Всем привет, всем салем, добро пожаловать снова на мой канал. Иду в магазин за продуктами и еще хочу с вами поболтать. Вот так всегда, ребят, так всегда. Прежде чем выходить на улицу, нужно смотреть сколько градусов вообще. А вы знаете сколько сейчас? Плюс 10, а я в зимней курточке. Как вам? Но зато в кроссовках в летних. Сегодня у меня был разговор, точнее мини-собеседование по телефону. Позвонил, значит, я в одну организацию, мне прислали координаты. И женщина мне по телефону сказала, что не готова обсуждать ничего, приезжайте, будем обсуждать на месте. То есть я вообще не смог задать никакие вопросы вообще. Просто тогда зачем она вообще работает, когда я не могу задать ей ничего по телефону, абсолютно. Я могу сказать, только график работает. Все, приезжайте. Куда приезжать? Ее приезжать нужно полтора часа, не ехать в одну сторону. Я уже понимаю, что я хочу задать определенные вопросы сейчас, чтобы вообще понять, ехать не ехать. А она все на месте расскажет. Как это так? Я уже ездил в такие организации, где все на месте рассказывают, а потом, блин, я трачу деньги и время свое. А еще какая-то переписка странная на Headhunter тоже с каким-то руководителем, который хочет, чтобы я отправил паспорт свой. Но при этом непонятно вообще с кем я разговариваю, не представились и ничего в этом роде. Отправьте паспорт для того, чтобы заказать пропуск. А потом, типа, я напишу, куда подъехать. Очень странно. Я не хочу отправлять паспорт в таком виде, тем более через переписку в Headhunter. Очень, очень опасно. Я им написал, что вы не вызываете у меня доверие, никакой паспорт я вам отправлять не буду. И мне через минуту пришел отказ. Типа, вам отказано в вакансии. Я не отправил паспортные данные, вам отказано. Просто, знаете, это телекомпания. И я не уверен, что они ведут такой диалог с будущими кандидатами. Для меня это какой-то кринж, честно. Я когда работал в Останкино, мне звонили, со мной общались, мне все рассказывали. А здесь просто вышлите паспорт, и мы потом все скажем. Странно, короче. Поэтому, ребят, когда будете устраиваться в какую-нибудь компанию, будьте бдительны. Не давайте свои паспорта никому, потому что на вас потом оформят ипотеку, кредиты, и вы не расплатитесь никогда. Погодка классная, ребят. Вот, прическа, как у Жанны Дарк. Может, мне, кстати, накрасится в Жанну Дарк в ближайшие пару выпусков. Давайте посмотрим, что я купил в магазине, пока ходил и прораветривался. Первое, это вот такое мясо Мираторг, пеппер стейк. Он сейчас по акции стоит 280 рублей. Тут, по-моему, 200 грамм. 260 хлеб, как всегда, крестьянский. Он стоит 63 рубля. Затем я взял две пачки масла. Вот такого. Эко Нива. Оно сейчас по 139 за одну пачку. 82% жирности. Это, в принципе, норм. А вот в этом синем пакетике у меня три куриных филе. Общей стоимости 300 рублей. То есть одно филе стоит 100 рублей. Грабеж. Знаете, что я хочу сказать, ребят? Это просто пипец. Я прихожу в магазин, нет ни курицы, ничего по акции. Хочешь взять говядину со свининой, сделать фарш? Ее вообще нет. Рыба красная стоит уже, я не знаю, сколько денег. Просто нужно забыть об этом рационе, в который входит красная рыба. Я хоть сон за свинец, когда я записываю, горло болит. Пересяду в тенечек, в тенечек. Вы знаете, что я хочу сказать, ребят? Как бы я ни болел, я все равно стараюсь сохранять оптимизм. Да, я до сих пор не удалил зуб. Да, я до сих пор лечу насморк. Да, у меня сегодня снова болело горло. Но это ни о чем не говорит. Я продолжаю радоваться жизни, искать работу, умываться по утрам. Поэтому все впереди, все впереди, не стоит сейчас опускать голову. Это я сам себе говорю. Все прекрасно знают и уже видели мой новый контент на канале. Это обсуждение интервью разных звезд, артистов. В это время я накладываю грим, крашусь, делаю какой-то мейкап, какое-то перевоплощение. Ребят, я не профессионал, я не визажист, не стилист. Все это делаю неуклюже. И это, наоборот, даже круто, знаете, когда вы действуете просто на чутье и опираясь на свою интуицию. У вас получается полный трэш, но это с какой-то степени смешно. Я буду продолжать такой контент, съемки такого контента. Ваши идеи, ваши какие-то пожелания пишите в комментариях прямо здесь и прямо сейчас. Ничего, вы не пишете в комментарии. Сегодня, правда, ребят, замечательный солнечный день. Я посылаю это солнышко вам. Пусть солнышко светит и радует вас каждый день. Наверху или в душе. Спасибо большое за просмотр моего сегодняшнего влога. Я всех обнимаю, целую крепко-крепко. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Опять готовить. Почему у меня нет собственного повара? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...